Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс и сегодня я покажу вам, как приготовить восхитительный торт Тирамису дома легко и быстро. Итак, что же нам для этого понадобится? Пачка печеней Савоярди или дамских пальчиков. У меня в упаковке их было 24 штуки. Коробочка сливок объемом 500 миллилитров 33% жирности. Стакан или 250 миллилитров заваренного кофе, 250 грамм сахарной пудры, баночка с сыром аскарпоне объемом 250 грамм и немного ванилина. Но прежде чем начать, я взяла 250 грамм сахара и с помощью блендера превратила его в сахарную пудру. Вот что должно получиться. Для приготовления кофе я взяла стакан воды, вылила его в небольшую кастрюльку, потом взяла молотый кофе, столовую ложку и добавила к воде. Следом за кофе отправился сахар в количестве трех чайных ложек. Можно приступать к варке. Не забываем иногда помешивать. Как только кофе дойдет до кипения, снимаем его с плиты. Далее нам необходимо хорошенько процедить напиток, чтобы избавить его от всего ненужного. Какая гадость! Ну вот, теперь все ингредиенты в сборе. Можем начинать? Сперва я взяла сливки и вылила их в комбайн. Следом за ними отправилась сахарная пудра. Равномерно распределяем ее по поверхности сливок. Потом добавляем немного ванилина. Закрываем и начинаем взбивать. Смесь должна стать довольно плотной. Теперь берем сыр маскарпоне и продолжая взбивать нашу смесь на маленькой скорости, понемногу добавляем его в нее. Затем прибавляем мощности. И в итоге у нас должен получиться вот такой крем. Отлично! Приступая к сборке готового торта, я добавила в наш кофе одну столовую ложку коньяка. Хотя нет, две столовые ложки. Так будет веселее. Теперь я беру одно печенье савоярди, с двух сторон смачиваю его в кофе и выкладываю в форму. То же самое я проделываю со всеми остальными печеньями. Так как последний ряд не помещался в форму целиком, пришлось разломить печеньки пополам. Первый корж торта готов! Самое время намазать его кремом. Кстати, если у вас крем получится не такой густой, как у меня, не расстраивайтесь. Так даже лучше. Консистенция крема в основном зависит от того, насколько плотно вы взбили сливки и какой густоты ваш сыр маскарпоне. Хорошенько укрыв печенье кремом, я разглаживаю его специальной силиконовой лопаткой. Все должно быть красиво и ровно. Теперь я беру обычное какао, в данном случае Несквик, и при помощи ситечка хорошенько подсыпаю им первый слой торта. Со вторым слоем печенья я проделываю все то же самое, немного вдавливая их в крем. Так как мне не хватило всего одной печенюшки, пришлось раскрыть еще одну пачку савоярди. Точно так же я промазываю второй слой торта кремом. Разглаживаю его и посыпаю какао. Ну вот, наш торт готов! Надеюсь, вам понравился этот рецепт и он был для вас полезен. Не забывайте поддерживать меня своими пальчиками вверх и подписываться на канал. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok